Урок с этюдом Черни, опус 299, номер 39. Один из самых интересных этюдов этого опуса. Вообще, что сказать об этом опусе, пару слов. В общем-то, это тот опус, который играют все в музыкальной школе чаще всего, реже, наверное, 740. И мое личное убеждение, что этот опус самый полезный, потому что с него, в общем-то, начинается дальше развилка. После него можно играть 740, идти дальше. Можно пробовать уже какие-то художественные этюды, например, этюды Косенко из 11 старинных танцев. Или этюды Борткевича. Можно даже этюды Шопена попробовать. После нашего, которого мы сегодня покажем, можно уже пробовать этюды Шопена. То есть такая вот как бы есть некоторая развилка. Потому что эти этюды, они, собственно, охватывают всю базу, которая у нас. Мы проходим, и они крайне полезны. Мы сегодня будем больше касаться, может быть, технической стороны. В среду вам, Татьяна Сергеевна, она будет рассказывать больше о художественном образе. То есть мы сегодня тоже коснемся немножечко образа, но как бы вот через призму, скорее как бы технологии. Хотя, по большому счету, техники ведь не существует, потому что не зря, когда мы слушаем больших мастеров, мы не слышим у них техники, не слышим виртуозности. Потому что есть все подчинено только музыке, музыкальному смыслу. Но тем не менее, все равно какая-то некая школа, база, она должна присутствовать. Мы прошли практически большую часть опуса. Играли подряд первые этюды. Потому что века пришла, и надо было много очень заниматься руками, пальцами. Прошли этюды смерти, 36-й этюд, на все виды техники, 4 страницы. Совершенно никакого отдыха, и гаммы, и арпеджио, и хроматическое. И это этюд действительно смерти, как это у Лигити, такого композитора есть тоже этюды. Вот один из них называется «Лестница дьявола». Бесконечные двойные ноты. Самые сложные этюды, считаю, что у Лигити. Потому что даже трансцендентные этюды «Леста» сейчас может играть каждый китаец. А этюды Лигити – это, наверное, трансцендентные этюды современности. Но для нас этот этюд тоже трансцендентный, потому что есть определенная задача, то, что мы решаем, и чего мы здесь добираемся. Спасибо. А рука зажимается, когда ты играешь? Когда? В основном на моментах, когда активный разворот кисти. Место в этюде, где больше всего. Здесь получается, что ты стараешься играть легче, и из-за этого у тебя идет немножко изолированная кисть. Тут возникает напряжение, и ты его потом не сбрасываешь. Потому что дальше, где-то уже на конец второй страницы, это поджатие, оно чувствуется. И самые такие места, где хочется чувствовать эту легкость или джиера, здесь уже рука этого не позволяет. То есть следи за тем, чтобы все-таки у тебя всегда кисть, она была в движении. То есть вот это дыхание, оно крайне важно. Потому что если ты играешь статическим положением кисти, то рука очень быстро устает. Важно, чтобы, при том, что ты стараешься как бы играть очень ясно, важно не забывать о том, что у нас в руке есть легкое, одно, второе. То есть все должно дышать. Иначе сыгранный пассаж на статичном движении кисти, он уже приводит к зажатию. А здесь это равноценно в потере всего. Потому что рука устает, и ту загадчу, которую ты поставила, она уже как бы, ну она не доводится до конца. То есть такой вот этюд, он на самом деле редкий, я считаю, в учебнике, потому что, ну вот мы привыкли, что у Черни всегда все в до-мажоре, да? Вот по сути Черни Гермер, да, под редакцией Гермера устроен в основном до-мажор, там соль-мажор, фа-мажор, то есть далеко не отклоняясь. Очень редкий этюд, это рэ-бемоль-мажор. То есть я думаю, что Черни был злым гением этюдов, вот, а здесь его еще посетило очень большое творческое вдохновение. То есть он из этого этюда сделал, как бы, некоторую такую вот конфетку и даже зачатки некоторого вот такой вот, ну можно сказать, то, что есть в этюдах, скажем, Машковского. Такой вот виртуозной игры легкой, бисерной, которая являет уже собой суть как бы не просто технологическую, а как бы игра. Вот в этот этюд нужно сыграть. Но чтобы эта игра получилась, должно быть очень много слоев сделано под этим. То есть прежде всего абсолютно безотказный пианизм. Вот, потому что полная свобода. Вообще, да, спрашивают, какой самый большой секрет мастерства? Вот он, вот, свобода. Играйте свобода. Вот самый большой, это как бы иногда математическая задача. Иногда нужно найти не ответ, а решение. Ответ вот перед нами. Играя свободно, играя все четко, раздельно. А как этого добиться? Вот как этого добиться, это и есть суть, ну я считаю, базы, профессиональной базы. То есть от самого элементарного, постепенно простая навыка, не только пианистическими, скорее как бы это затрагивает и слух, и пальцы, это все склеено в один. Вот. И отсюда рождается уже та способность слышания и взаимодействия, в общем-то, пальцев, кончиков пальцев с инструментом, которые позволяют играть этот этюд свободно и виртуозно. Значит, одно из самых положений первых, это то, что мы как бы здесь следуем искусству перле. То есть вот такое давно забытое уже слово перле, жемчужная игра, раздельная игра, когда каждая нота слышна как бусинка. Здесь черный пишет ли джельера, да, вот. Это ли джельера, оно подразумевает некоторую легкость. Но это можно отректовать как бы просто как легкие пальцы, да. Но этого мало. То есть нужно достичь так этого приема. То есть прием перле в том, что каждая нота слышна как бы отдельно от другой. При этом они нанизаны на одну связку. То есть как бы все равно кисть идет одним объединяющим движением, вот это то, что я хотел у тебя больше как бы добиться, да, потому что ты, когда начинаешь играть китай на пальцах, ну вот это начинает отставать. Вот. И при этом, значит, между расстоянием, между нотами слышны расстояния. Вот эти расстояния между каждой нотой, то есть то, что мы должны услышать как пауз, да, и есть сутью того, к чему ты приходишь в самом конце. То есть после каждой ноты я слышу эту паузу. Вот это самое вот такое здесь самое главное. Это конечное качество. Как этого добиться, значит, замедленная игра, то, чем как бы мы занимаемся. Давай попробуем. Сейчас, сейчас только правую правую руку. Причем каждое движение пальца является щипковым. Ноту нужно сделать максимально короткую, а паузу, наоборот, увеличить. И когда ты играешь замедленно, это нужно делать специально больше. Но в любой момент ты скажешь 100, и вот я тебя этой тишиной, я ловлю. Вот это один из основных способов работы. То есть замедленная работа щипками с прослушиванием пауз между звуками. То есть отсюда рождается Вот самое элементарное. Вот быстрее. То есть каждая нота, она как вот как бисер. Вот отсюда, начиная с черни Гермера, да, и потом, то есть можно играть самое простое упражнение. Абсолютно дело не в том, что мы играем, какие этюды играем, а что мы в нем добиваемся. Потому что можно это сделать на простых там трех нотах, и потом уже в более сложных этюдах это работает как надо. И давай мы сейчас с таким вот темпом немножечко поэкспериментируем. Ты будешь играть то быстрее, то замедленнее, то быстрее замедленнее. Но вот этот контроль каждой ноты, он остается. Только там. Да. Подвижнее, подвижнее. Вперед, вперед. До самого запетленного. Да. Как под лукой рассматриваешь. Да. Причем каждая нота, она проговорилась на Так-а-так. И слушаешь расстояние. Попытаемся сейчас это нанизать налево. Чуть-чуть теперь подвинули. Когда теряется этот контроль? В каком моменте? Почему? Из-за того, что ты перестаешь слушать. Здесь пальцы подчинены слух. Как только ты пропускаешь пропечатывание каждой ноты, как на перфоленте раньше, вот эти точечки были. Каждая нота слышно, ты все проговариваешь. И язык, он как бы, можешь внутри тоже пропечатывать каждую ноту. Очень важно, чтобы каждая нота была обеспечена проговариванием. То есть, раз ты проговорил эту ноту, значит она у тебя уже зафиксировалась. И когда ты тренируешь это замедленно, у тебя рождается ощущение тем, что ты как бы все взаимосвязи между нотами растягиваешь как волевую решетку. И тогда возникает следующий эффект. Вот это один из таких вот тоже важных моментов. Что когда ты играешь быстро, вот мы играем быстро в темпе, для тебя это замедленно всегда. Потому что у тебя есть уже как бы наработанный темп самого замедленного. То есть я все равно слышу каждую ноту, и для меня это как бы замедленно. А для слушателя это быстро. И может быть наоборот, когда ты играешь, пыхтишь и играешь там на самом своем пределе, а слушатель думает, ну как это медленно, почему так это медленно. То есть вот здесь это такая вот обманка. Для тебя всегда ты слышишь даже на сцене, ты слышишь замедленное. Вот. И этот эффект, он достигается именно такой вот замедленной работы. То есть даже в самом конечном темпе. Поэтому вот эти темпы, которые ты выстраиваешь до самого быстрого, они все идут вот в такой вот гранации. Или ты просто плаваешь, то есть можно так вот экспериментировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все время паузы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, 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 это вот основной. Значит, с чего мы с тобой вообще начали играть этот этет? Что мы с тобой учили? Ну, все эти мы начали с позиции, то есть много новая ощущковая работа и терапочку учaways. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. То есть позиция, она обеспечивает мышление нотами. То есть то, что мы сейчас говорим о раздельном слышании, это как бы один из аспектов. Но рука, она все равно должна чувствовать, что ты играешь не каждую ноту отдельно. Иначе это будет бессмысленно. То же самое, как мы обычно играем, наши ученики играют гаммор. А какой дальше палец? Мышление идет по нотам. Если мышление идет в позицию, то есть ты сразу собираешь немного ногу в одну связку. И вот эта смазка позволяет тебе снова как бы перейти на другую скорость мышления, другую скорость игры. То есть все равно ты как бы слышишь каждую ноту, но рука не напрягается, потому что она сразу держит все позиции. Дальше ты пойдешь. То есть я могу с тобой спокойно распространяться, но при этом убирать пассажи. Потому что здесь нет напряжения. Опять же, какое катармонка возникает? Что для слушателей ты играешь быстро, а для тебя ты просто медленно переставляешь позицию. На такой технике, на таком приеме основаны все этюдли шопенны и листы. Вот лист, скажем, в этом достигает наибольшего эффекта. Потому что для слушателя это необычайно как бы виртуозно кажется, а лист максимально просто пишет. И вот когда смотришь, как вообще пишет лист, потрясает. Потому что на слух иногда кажется, что, ну, когда слушаешь, да, что-то хочешь сыграть, иногда сначала послушал. Но это никогда не выучишь. Потом открываешь ноты, и оказывается, что самые сложные пассажи из соната листы, это все укладывается в позиции. Вот. Поэтому такая вот позиционная игра, она, в общем-то, закладывается через этюды черри. Потом, как я уже сказал, есть развилка, куда дальше пойти. С этих этюдов, вот после них, можно сразу идти на этюд шопенна. То есть можно сразу уже пятый этюд играть. То есть вот тоже самое. Вот такое вот перле, оно в нем тоже заложено. Да, значит, мы остановились на позициях. Покажи. Какое еще одно из направлений в позициях? Что нужно добиться? Кроме того, чтобы собрать. Да, мгновенный перенос. То есть рука должна сразу заполнить переставление на следующее. То есть мы снимаем не в воздух, не вверх, не над клавишами, а сразу моментально на следующее. То есть тогда уже как бы потом можно, не глядя, играть позиции. Чуть-чуть собери все-таки, чтобы все кончики, ты раскушаешь пальцы, они прямые. Чтобы все-таки кончики, они были более загрязные. Да, это дает тебе больше контроль и сцепление с инструментом. Да, чтобы прийти уже к плоской игре, наверное, это тоже дает, как бы, свой эффект шелеста, например, когда мы играем. То есть прямые пальцы, они дают более легкое звучание. Но если я сразу тебе скажу, играя плоскими пальцами, у тебя же ничего не будет звучать. Потому что, чтобы распрямить пальцы, нужно иметь очень сильный контроль. И все равно это достигается многолетней щепковой работы. И потом ты чувствуешь, что можешь уже немножечко применять. Но начинать лучше все-таки с Черневской, когда все кончики, они загнутые, и смотрят внутри клавиши. Да, дальше покажи. Хочешь страницу, как бы, цепляю. Хочешь страницу, как бы, цепляю. И еще цепляю. Быстрее тренируется. То есть дело не в скорости, а в игре позиции. Сейчас мы добиваемся именно тренируса. Пускай это будет какой-то средний тренинг, а ты добьешься. Еще быстрее. Да. Здесь можно даже соединить по одной. Здесь отдельно нужно пятый и четвертый, а ты мог потом посмотреть, чтобы они больше прошабили. Но сейчас, как вы видите, это одна. Да, да, да. Дальше следующая. Дальше. Да, спасибо. То есть направление работы понятное. И теперь, значит, вот скорость твоей игры, это как раз и обеспечивается тем, как ты переносишь позиции. То есть чем быстрее ты переносишь? Позиция – это и есть твоя скорость. Вот это мой конечный тренинг. Вот это мой конечный тренинг. Да, да, да. Значит, с позициями понятное. Теперь у нас есть еще здесь левая рука. Левая рука тут написана так вот, как бы немножко нестандартно. Он мог бы написать просто четверть, я скажу, восьмушки со стакката, да? Ну, вот здесь черня пишет шестнадцатую и паузу. То есть, скорее всего, это свидетельствует о его очень четком намерении, чтобы это было максимально легко. Вот. Здесь мы применяем прием кистевой октавы, да? То есть идет очень быстрый клевок. То есть, как бы взятие, оно уже равно снятие. Рука находится в замахе. Да, то есть не на пары, чтобы... Просто подлабывание, да? Все время через замах. И таким как бы одним движением бас, 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 бас. Добивается этот прием. Попробуй. Можешь сейчас вот так себе взять за кисть, да, и ее больше размахать, да, чтобы вот эта пружинка, она была у тебя активнее. Вот. А теперь пружинка как натянулась, вот, в состоянии, как натянутая дитила. Вот. Да. И теперь клюнула и вернулась в исходное положение. То есть важно, чтобы этот прием, да, каждый раз октава возвращается в первую, то есть в замах. И здесь получается несколько уровней динамики. Если у нас первая идет пиано-пиано, потом есть фортиссимо, и есть пианиссимо, уже в рюкбе. Это пианиссимо. Да, потому что на этом сидит абсолютно весь ритм. Это все хорошо, но если это будет приемная, разглядная, то есть когда нету приема. Это то же самое, как неподкованная лошадь, да, вот она не сможет бежать. И здесь важна вот эта подкова именно на литмическое приема. Все время, бус-ритм. Это с вами все обеспечивает. И это завела на всю левую руку. Да, и вот это место. Такое же самое. Чуть-чуть это ближе и легче. То есть в кончике должна быть иголочка. Ощущение, что ты все время вот. Укалываешь, но я не так удобно. А тогда я еще сравниваю с горячей клавишей. Очень удобно. Горячий звук. Да, да. Хорошо. Что у нас тут еще есть с левой руки? Все такое же самое. Вот это еще есть. Такое же самое. Ну, конечно, мы думали, что за повтором идет... Прямо мелодическое, басовое линию. Вот как-то немножечко это разнообразит. Да. Вот, с левой как бы понятно. Тоже вот как бы, когда ты играешь, чтобы слышать эти расстроения, то есть прием, и в нем вот это напрягающееся, тишина. Немножечко посмотреть, я бы хотел это довести. Прием тот же самый, просто лезет. Да, просто слушаешь паузу. То есть уши настолько новостырены, что они все время... То есть в чем вот как бы интерес, что на самом деле вот это перье обеспечивает, вот, наверное, сейчас я точнее все это сформулирую, что обеспечивает именно расстояние, именно вот эти паузы. Потому что это достигается не звуком, а именно игрой пауз. То есть это немножечко напоминает вот на руку. То есть когда узор идет не за счет бумаги, да, а за счет именно вырезов, прорезей. Вот эти прорези, они... Именно их слышание и максимальная четкость и раздельность, с которой мы хотим здесь добиться. Да. И теперь подвижнее, подвижнее. И в любой момент... Стоп. Стоп. И я не слышу. Есть. Хорошо. Теперь давай немножечко поговорим все-таки о пластике, о движении кистилома. Значит, с этим пока есть некоторые проблемы, что ты хорошо сосредоточилась на раздельности, где-то немножко не получается, где-то у тебя идут вот эти подзаикивания, но это пока связано еще с недостаточным слуховым контролем. То есть это уже намного стало лучше в динамике твоего развития. Но я бы хотел, чтобы твой слух пришел к такому слышанию, что эти заикивания, они все уйдут. Тогда, когда ты будешь слушать быстрее, слышать быстрее, чем ты играешь. Вот это то, о чем мы сейчас как бы и говорили, что скорость слышания для исполнителя всегда замедленная, для слушателей наоборот быстро. Не наоборот. Когда ты играешь быстрее, чем ты слышишь. А слушать тебе кажется, что почему-то так не. Давай попробуем. Сейчас добиться так, чтобы рука нарисовала полностью. Даже внутри она все равно больше. Если посмотреть на само движение, то есть кисть, она все время в движении, и весь рисунок пассажа она рисует. То же самое, если на самом простейшем. Движение идет всегда через низ, через нижнюю дугу. То есть это, в общем-то, то движение, которое всегда является связующим. То есть не верхняя дуга, как по Нейгаузе, а вот именно через нижнюю. То есть нижняя дуга она все объединяет. Через это получается кисть его олега. Ну, это я показал на самом простом, да. А ты покажи на... То есть верхняя дуга, она риск, как возврат. Но здесь самое главное, чтобы все время было внимание к нижней дуги. И при этом ты все время играешь, и у тебя рука дышит, и она уже находится в освобождении. Вот обрати внимание все пассажи, где ты играешь с статичной кистью. Вот там у тебя начинается зажатие. И потом уже из этого зажатия ты не можешь выйти. Субтитры создавал DimaTorzok А вот кисть, она нарисует все эти повороты. То есть есть разница, смотри, когда ты просто играешь. Одними пальцами или... То есть есть рисунок. Вот это дезолируется. Вот это дезолируется. Да, да. Причем вот это объединяющее движение, оно может быть немножечко и больше. И здесь вот я бы хотел тоже как бы сакцентировать внимание, что кистевого легата не исключает раздельность липации. Потому что обычно, когда мы говорим об этом рисунке, начинается легата и кольцевое, а мы уже добились того, что у нас каждый звук идет раздельно. И как это совместить? То есть ты роешь с двух сторон. С одной стороны ты натачиваешь, чтобы каждый звук был слышен раздельно, а с другой стороны вытачиваешь свою кисть, чтобы она абсолютно была в движении. И вот когда эти два направления, они сойдутся, у тебя тогда будет и пластика, и абсолютно раздельное звучание. Потому что что-то без чего-то будет неполноценно. Если вы имеете движение, здесь будут сокры. Или наоборот, у тебя раздельное звучание, но абсолютно как из автомата выстроено каждое ноль. Это тоже не очень подходит для этого этюза. Вообще, в принципе, не так. Особенно это слышно не всем на заворотах. Да, вот этот заворот ты рисуешь как художник. Можно так нарисовать, можно так, а можно больше. И вот степень этого рисунка и определяет, вот интересно сыгран этот пассаж или нет. Или оно просто все выстречает. Да, и таких верхушек здесь много. Дальше, допустим. Да, каждая верхушка она тоже обыгрывается. И интонационная, и пластическая. Какие здесь есть еще проблемы? Вот, допустим, играла сольба моль мажор. Значит, здесь тоже, на чем бы ее бы хотелось чуть-чуть есть тело. Да, и чтобы оно вписано было теперь в рисунок. Здесь я предлагаю тебе немножко наоборот сделать. То есть ты все равно играешь от пятого пальца, это хорошо, то есть он всегда будет слышен. Но я бы перегруппировал от первого пальца. То есть тогда есть вот этот заворот. Да. И опять же, каждый заворот все время через вниз. Через вниз. Теперь оставляешь этот заворотик, а пятый укалывай. Да. Да. Это можно было чуть больше. Дальше следующее. Теперь тут вот эти завороты. И пятый, четвертый, вот здесь, это было небольшим у тебя проблемам. И начинается ютат. Так, здесь стараемся, чтобы такое растение было. Вот так, чтобы это было черчиле. Так, и соединило. Теперь дальше. Следующий пассажер. Вот здесь у нас верхушка, которая не вписана в метр. Это самая высокая здесь. Мы стараемся всегда в верхушку попасть, ее как бы уколоть. То есть получается как бы... Как фейерверк, да, вот самая высокая точка. Как шпиль там. Как шпиль на здании архитектуры. Вот здесь пассаж, он тоже как бы вот идет вверх. И вот этот мебемол, да, чуть-чуть простой. Сделай это для себя зритой нотер. Именно вот, да. Еще раз. И вот эти два мебемоля, вот, которые здесь первые. Нужно успеть выхватить. Да. А теперь это сделаем. Лучший удар. Теперь сыграй ровно, без этого. Раздельность и пластики, это понятно. Но я имею в виду, что когда без верхушки играешь, когда нет этого верха. То есть пассаж тут же теряет свою краску, теряет свой блеск. То есть блеск, это как вот в рекламе. Блин, да нет. Почистили зубы, и сразу улыбка, и зубы сияют. Вот такая улыбка, когда все зубы на месте, это когда ты играешь в пассаж, и все ноты на месте. Потому что улыбка может быть хорошая, а тут зубы нет. И с короной зубы нет. Ну. Сразу теряется лицо. То есть вот эти зубчики, каждый кончик пальца, и там должно быть в пассаже. И тем и сложнее. Потому что мы ставим такую задачу, что каждая нота слышна. И поэтому, когда что-то не получается, а ведь не получается, да? Не могу сказать, что ничего не получается. Многое получается. Но когда что-то не получается, это сразу слышно. Правда? Как вот, например, когда слушаешь, ну не знаю, как вы сравнили. Плетнёк, например. Вот когда Плетнёк играет, у него абсолютно каждая нота слышна. И была одна аудиозапись, где он играл, я уже не помню, что. По-моему, даже что-то из Бетховена. Какое-то место туалет, Авроры, которая играет с обычной глиссандой. И вот я думаю, играет он глиссандой, или он надо пальцем играть. И потом я нашёл видеозапись, он так это пальцем играет. То есть каждый нота так 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 было слышно. И вот у него, когда одна нота мимо, это столько потом запоминается, что вот она аж... Ты потом спишь с этой нотой. А у других, у которых, допустим, ну не гаузов, то есть совсем другой тип игры, это не так слышно. Вот я не призываю тебя к тому, чтобы так переживать за этих нот, но вот здесь скорее направление, что когда всё слышно и что-то вот... поэтому здесь нужно это довести до максимального прислышания. Ни одного нота не пропускаешь. И вот если смазала, тут же этот массаж исправляешь. То есть в твоей собственной работе постоянно контроль за всем, что ты делаешь. Так, это и есть. Что из похожего? Что ещё не очень? Вот это на последней странице. Тут оно начинает заедать, рука уже устала. Это поиграй. Проверь, проверь все. И здесь, и я бы проверь. Все интервалы. Ты очень много делаешь лишних движений. То есть здесь нужно, как мы уже посмотрели, позиционно положить руку и довериться только вот этому щелчковому движению. Да, а ты сразу немножко превратно понимаешь, начинаешь вот так вот рякать. Это лишнее. То есть все вот эти зубчики, они идут всё равно внутри позиции. Давай попробуем вместе секретный мероприятие. Когда ты играешь на последних нотах, и тогда у тебя случается подзатыкивание. То есть ты выключаешься из... То есть вот этот конец нужно дайкинуть. Так, вместе еще раз. Да, есть. Ну, как бы основное мы здесь тут посмотрели. Давай мы еще раз все подытожим, что мы здесь делали. То есть прежде всего мы добивались с тобой раздельной игры, да, чтобы каждая нота была слышна, прием перли, который обеспечивается скорее не нотами, а расстоянием, слышанием расстояния. Вот. Дальше мы все объединяем с тобой в позиции. Эти позиции и определяет скорость твоего исполнения, да, то есть чем быстрее ты переставляешь позицию, тем быстрее ты играешь. То есть одно равно другому. И все твое мышление нотами, оно переводится как бы в ощущение позиционности. Дальше. В левой руке это твой кистевой прием октавы. Тоже раздельное слышание этих пауз, умение их ловить. Да. Следующее. Это объединяющее движение всех абсолютно пассажей, всех верхушек, особенно, которые ты обыгрываешь и делаешь так, чтобы каждый верх, он был, в общем-то, сыгран с какой-то изюминкой. Ведь это как бы стык, как тектонические плиты, да, то есть вот на этом стыке, на разломе, и как раз и формируется этот рисунок. И вот степень твоего звукового фантазирования, она и определяет от того, как это будет звучать. То есть можно, конечно, из этого этюда сделать просто сухой вот такой вот как бы методичный этюд вечерний и, ну, скажем, хорошо выверенные пальцы. Но, как вот мы с самого начала, да, сказали, что этот этюд, он сам в себе содержит огромный потенциал для раскрытия именно эффектов. Вот как мы говорили о листовском эффекте, что здесь в этом этюде тоже есть эти эффекты. И вот их нужно раскрыть. Самый сильный эффект – это когда ты играешь раздельно. Вот это ни на что ты не разменяешь. Потому что... Каждая, когда каждая нота слышна, это очень дорогой степень. Потому что отсюда потом идет... Собственно, это все взаимосвязано, да, когда мы учимся играть. И вот я убежден, что эта прелюдия, она не получится, если до этого не было этюдов, ну, скажем, 20 черней. Вот. А ведь так все как бы и получается. То есть сначала мы начинаем с черней гермы. Я чуть-чуть сегодня затронул, буквально, да, вот чуть-чуть мы показали. То есть все, что мы сейчас, вот о чем сегодня говорили, это все применяется ко всем абсолютно этюдам. То есть это универсальный прием. То же самое как гамма, да, то есть тоже объединяющее движение. То же самое варпеджио, хроматическое. То есть та же раздельность. Это не исключает того, что можно играть это певучее. Мы сейчас вот как бы не трогаем этот пункт, потому что мы этим тоже занимаемся. Чтобы каждая нота была сыграна певучим легалом. Чтобы мы сейчас не повторяли то, что будет говорить Татьяна Сергеевна в среду. Больше как бы о певучести, о художественном образе. Хотя здесь тоже, как бы, ну, скорее не столько образ, сколько именно вот этот эффект, который производится вот от самой тонарности, вот от того, как это сыграно, как ты обыгрываешь это поискособность. Вот, значит, про объединяющее движение мы сказали. Что еще? Ничего не упустило. Щипки и паузы. Да, щипки и паузы, да, раздельное слышание, интонирование. Про педали. Чуть-чуть вот можно было еще сказать. Значит, она здесь достаточно сухая. Иногда можно играть без педали. И вот безпедальная краска, она такая очень сильная. То есть здесь ее абсолютно можно не брать. Вот, она берется только на длинных пассажах. И то, я нажимаю здесь, как говорится, тапку в пол, не вдавливаю полностью. То есть такая полупедаль. И вот, кстати, когда возможно сыграть в полупедаль, это очень хорошо. Потому что на современных инструментах, таких как Yamaha и Stenway, полупедаль невозможна. Если уже говорить о педали, то там идет сначала холостой ход, то есть вот ты нажимаешь, да, и ничего нет. А потом сразу начинается уже практически полная педаль. Вот на эстониях, на бекштейнах, на старых инструментах, вот даже на ферстерах, эти полупедали невозможны. То есть, как бы демпфер чуть-чуть приоткрывается, чуть-чуть больше, да, нужно. Вот. То есть есть краска. Так, кстати, вот муцартовская педаль, то же самое. И даже иногда баковская. Краска и есть, но ноты не сливаются в одну гармонию. То есть слышно, слышно, что все равно каждая нота. А то в конце пассажа я эту педаль постепенно снимаю. То есть такая как бы педаль, она чуть-чуть добавляет вот этой краски. И я ее снимаю не рывком, а очень постепенно. То есть эта педаль, она как бы как воздух. Вот. Но мы сейчас не будем это пробовать. Это уже как бы один из таких моментов, которые можно здесь еще улучшить. Вот. И такое сочетание педальности и беспедальности это тоже одна из таких красок, как, например, то, что сегодня показываю, чуть-чуть из второго скерца. То есть можно... Можно это играть в педали, собственно, так, как бы большинство и поступает. А можно это место сыграть без педали. То есть такая получается краска без педали. И потом, когда уже там мощная хорда, это составляет очень большой контраст. То есть такое вот, на мой взгляд, забытое качество, как тюрье, оно очень было распространено, мне кажется, на старинных инструментах. Ну, да и на старинных, а инструментах конца 20-го века, конца 19-го века. То есть на современных моделях это уже почему-то не так работает. А вот старая школа, она как раз на этом многом базировалась. И вот, когда смотришь этюды Черни, вот это Лиджи Лера, оно именно так и понимается. После этого уже как бы не страшно играть этюды Шопена. Страшно, когда человек поступает в консерваторию и играет этюды Шопена, не играл ни одного этюда Черни. Вот это действительно... Потому что на этюдах Шопена и Листа уже не должны решаться самые как бы элементарные технические задачи. Это все решается, начиная с Ганона, начиная с Черни и Гермера. В общем-то, наверное, заканчивая 299-м фокусом, ну, может быть, 740. Вот. Потому что чем раньше ты отойдешь от, ну, скажем, чисто как бы такой вот инструктивной музыки и сможешь прийти уже к каким-то более высоким задачам, ну, тем, наверное, будет лучше. Потому что можно... Как раньше. Вот я помню, когда учился в училище, один был музыкант, но сейчас не буду говорить это, как бы суть системы. Была такая вот старая школа. Он мне предложил... То есть у меня были проблемы с техникой, с пианизмом, и я все время искал какие-то выходы для того, чтобы это улучшить. Я применял в своих занятиях новую формулу Соконова. Очень много ей занимался. Это суть в том, чтобы задерживать пальцы и заниматься беззависимостью каждого пальца. То есть, суть в том, что ноты, многие ноты удержаны, вот, и нужно вот так поднимать пальцы, чтобы все остальные ноты держат свои ноги. Потом ритмическая игра с совершенствованием добавления ритма. Сначала до оля, потом три оля, потом кварт оля и так далее. Потом уже целая серия где первый палец смещается с ноты до, потом на ред, потом на ми. То есть, это все можно посмотреть. Такая достаточно была популярная система тем, что она шокировала современникам. Потому что Сафонов как бы вот такой был изобретатель, и ведущим исполнителям того времени он показывал, и никто не мог справиться. Особенно, когда начинаются терции. не в привычном виде первый палец смещается. Ну, кому видно, мы показываем. Сначала на ноту фа, потом середина на ноту ми. То есть, ужасно аппликаторе, что руки выворачиваются буквально в атаку. Да. Вот. То есть, этим я всем занимался. И можно сказать, что на это потратил, может быть, месяца 4 или 5. Ну, в чем-то эта система дано помогла. Но на самом деле, она была потрачена вредом. Так вот, возвращаясь к тому совету, вот совет как бы старой школы, что сначала два часа ты должен играть одни только упражнения. Потом еще два часа ты должен играть только этюды. Что я, собственно, добросовестно и делал. А потом еще два часа оставшуюся твой часть программы. Но я не скажу, что шесть часов я занимался, но пять часов честно занимался. и так вот какое-то время позанимался. Но потом от этого отказался, потому что очень много работы идет на просто как бы технологический дренаж. Собственно, на чем погорел, если вы знаете, шум, да, что он изобрел себе такой, то есть не он изобрел, а стал применять приспособления для пальцев, для усиления силы пальцев, вставлял пальцы в кольца и надо было эти кольца тянуть и чем себе в общем-то переиграл бесконечную свою руку. И потом уже не смог стать пианистом и в общем-то был таким придатком. В современности для для современности он был придатком своей жизни. Потому что Клара Вик Шумен она была известной пианисткой, а Шумен был в свое время не оценен. Вот. 19 век век таких технологических изобретений и размышляя сейчас о современной технике, все равно время движется, движется, даже развивается и наш инструмент. Ведь наш инструмент все равно претерпевает некоторые изменения из последних таких изменений. То, что я слышал, это инструмент Боринбойма, на котором он сам играет посмешно. По-другому там и декто устроено. Очень необычное звучание. Это, наверное, один из таких редчайших инструментов. Ну, вот, скажем, Марка Безендорфе, который озвучит по сути как орган. Мало того, что там есть дополнительные клавиши еще в субконтр октаве, сам звук настолько тянущийся больше, чем полминуты тянется. То есть, такое вот органное звучание, которое совершенно было невозможно на Бихштейнах вот так. То есть, они, наоборот, легкие, раздельные. Почему, как бы, возникает такая перлегра. То есть, сейчас, возможно, даже это и трудно воспроизвести на современном инструменте, потому что сама глубина тонна, она достаточно сильная. И вот уже скорее больше сейчас поиск интонации и вот такой вот нестандартной певучести какой-то, нежели подбор вот такого раздельного звучания. Я не могу назвать так вот сходу, если ты спросишь, каких я пианистов знаю, которые именно сейчас вот таким вот перле играют. но вот может быть в чем-то это, конечно же, у Кликнового. У Марты Аргерих. Можно было бы сказать у Соколова, но у Соколова просто очень отточенный звук, но слишком грузное прикосновение. Хотя вот как он играет рамо, и Куперену абсолютно отточен каждый звук. Но перле именно в жемчужности, в легкости, в такой вот даже беспедальности. Если послушать мастеров прошлого, то они играют этюды Шопена вообще без педали. Я уже не помню, ну, не брать Анну Йесипову, это как бы самый классический пример, я уже не помню исполнителя, записал все этюды Шопена не прикасаясь к педали. Это абсолютно уникальная такая вот запись. Вот, поэтому такой вот краски это очень обогащает мастерство, и возвращаясь как бы к этюдам Черни, я считаю, что это такой вот путь, который должен пройти каждый. Кстати, очень полезные этюды, если кто сталкивался, очень рекомендуем, калькбрендер. Такой вот не то, чтобы недооцененный композитор, понятно, что он остался в тени Шопена, но на самом деле калькбрендер, он был своего рода мастер и такой вот, как сейчас говорится, имидж мейкер. Он организовал в Париже свою фортепианную школу, в которую как бы входили аристократы того времени и пианисты, ну, так скажем, более средней руки. И он достаточно был плановитым композитором, вот я познакомился с его концертами, с его фортепианными сонатами, с бесконечными очень интересными этюдами. И вот даже есть у него вариации на мазурку Шопена. Но, честно говоря, когда вот диск я послушал где-то полтора часа, настолько устал от этой музыки, то есть бесконечные переливы пассажей, все очень красиво, но понятно, что художественная музыка, которая предана была забвению. И вот он даже пригласил Шопена в свою школу преподавать, но на каких условиях и Шопен почему-то отказался. Наверное, у Шопена была совсем другая стезя. А он пользовался очень большой популярностью в том мире. Ну и можно понять почему. Потому что его этюды, они очень гармоничные. И вот скажем, это одна из ступеней, вот можно допустим после этюдов не сразу бросаться на этюды Шопена, а можно попробовать хадебрэн. Мы с Викой хотим немножечко его поиграть. Потому что во-первых, этюды, они нестандартные. Он все время совмещает некоторые разные приемы. Но они все абсолютно доступны. И они настолько красивы, действительно красивы, гармонические. То есть их нужно с разных сторон рассматривать. И даже какие-то зачатки образности. что вот такой ключ-связка к будущим сложностям я как-то раньше их не недооценивал. Сейчас очень многим ученикам дал и с большим интересом проходят. Вот. То есть такая связь от Черник к Шопену. От Шопена дальше к Листу, к Листу или вместе Шопен и Листу. Дальше уже Лидите начинается. Вот. Поэтому мастерство, конечно, безграничное. Но то, что есть определенная база и воспитание слуха и взаимодействие слуха с пальцами, вот это достигается наверное лучше всего на этюдах Черника. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.